Здравствуйте, мои дорогие! Я Наталья Родомская. Рада всех приветствовать на своем канале в YouTube. Благодарю всех за комментарии, которые вы пишете. К сожалению, не всегда я могу ответить, потому что я просто не вижу ваших комментариев. Если раньше мне приходили уведомления, то сейчас мне приходится открывать конкретное видео и читать полностью, есть ли там комментарии. К сожалению, не всегда физически есть на это время, но по возможности я стараюсь вам все-таки отвечать. Итак, сегодня мы поговорим о мужчинах и женщинах. В чем же разница? Ну, понятно, не по половым признакам будем обсуждать, вы знаете прекрасно, чем мы отличаемся. А по умственным способностям, эмоциональным. Итак, начнем с женщин. Из 100% женщин, 20% суперумные женщины. Еще 20% полные дуры. Остальные 60% женщины со средним, так сказать, умом, со средними способностями. Если брать мужчин, то у них обстоит несколько иная ситуация. Там 20% мужчин со средним умом, затем 40% суперумных и 40% полных дураков. Если мужчина выбирает женщин, то у него больше шансов найти женщину со средним умом, потому что таких, как правило, 60%. Ну, а женщина, когда выбирает мужчин, она попадает в русскую рулетку. То ли ей достается очень умный, то ли полный дурак. Потому что 40% очень умных, 40% полных дураков, а остальные 20% это мужчина со средним умом. Ну, вот так. Если говорить о восприятии эмоциональном, дело в том, что женщины любое горе, любую трагедию воспринимают в 6 раз сильнее, чем мужчины. Например, когда расстаются люди, там мужчины уходят от женщины. И женщина воспринимает это в 6 раз сильнее, если бы от мужчины ушла женщина. Конечно, это тяжело, это больно, когда кто-то разлюбил. Но, мужчины, задумайтесь. Вот как вам было больно, то женщине ровно в 6 раз больнее. Когда мы теряем близких, мы в 6 раз сильнее переживаем больше, чем мужчины. Вот, к сожалению, это так и есть. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами была ваша Наташа. Субтитры создавал DimaTorzok